Но я хочу еще и пятый тир вкачать, это будет офигенно. Так, получается, друзья, у меня все магические башенки вкачаны. Так, я уже не на магические пошел, но у меня все магические башенки открыты с пятыми тирами. И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Константин Курик, это канал K-Hey Gaming. И мы с вами сегодня продолжаем играть в БТД-6. И это видос, где я поясняю все башенки в данной игре. И сегодня у нас наш пациент, это Ниндзюша. Это Ниндзя, только Ниндзюша. Помните, Ниндзюша это важно. Поэтому, друзья, пишите в комменты Ниндзюша. Вот, и друзья, мы начнем игру с того, что мы покупаем скин Оубину. Поехали. Бум. Он будет тоже нам помогать, но в другом видосе. А для Ниндзюши мы возьмем Бенджамина. Ну-ка, давайте посмотрим, кто у меня со скинами. У меня Квинси со скином, уже Оубин со скином, Адора со скином. Бенджамин со скином. Получается, у меня у Квинси есть еще один скин, но он мне не очень нравится. Мне вот этот техно-скин гораздо больше нравится. У нас Гвендерин, мне в принципе не нравится герой, я не хочу для него скин покупать. Здесь скин прикольный, но сам герой не прикольный. Вот этого героя я посмотрел, вот его можно покупать в будущем. А этих двоих пока что мы не покупаем, даже не трогаем. Итак, для того, чтобы играть с Ниндзюшкой хорошо, нам понадобится наша прекрасная... Кстати, смотрите, сколько мы здесь медалек уже сделали, наконец-то нафиг. Так, давайте посмотрим. О, прикольно, шестеренки. Ну, на шестеренках я... Это сложная карта, я не хочу на ней так играть. Так, 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 давайте посмотрим, где мы хотим сыграть Ниндзюшками. Мы хотим сыграть Ниндзюшками. О, нифига себе, 148 раунд. Нет, я лучше не буду его тогда менять. Так, так, так. Мы хотим сыграть Ниндзюшками. Пум-пу-рум. Ладно, будем играть без дополнительных бананов. Будем играть на среднем вот здесь. Окей, из чего мы начинаем? Правильно, мы начинаем с Ниндзюшки, друзья. Как мы построим данную видосу? Мы сейчас с вами... Я пройду эту карту на среднем. Вы посмотрите, как я играю. Просто я не буду комментировать, но я не буду спойлерить. То есть я вам расскажу, покажу, какие тиры Ниндзи я использую. И вы наглядно, например, посмотрите, что и как вообще происходит с этой Ниндзюшей. И как вообще с ней играть. Так, так, так. Хорошо, хорошо. И мы сейчас с вами уже копим на Бена. Потому что Бен нам будет давать дополнительные бабки. А дополнительные бабки это всегда хорошо. Такс, такс, такс. Отлично, отлично. Ниндзюшечка чуть-чуть пропускает. Но ничего страшного. Она на первом тире только. Хотя нет, я подумал, давайте вот так вот прокачаем. Все, теперь она пропускать не будет. У нее острые сюрикены. Отлично, отлично. И вот теперь уже копим на Бена. Замечательно, друзья. Кстати, друзья, не забудьте сейчас, прямо сейчас подписаться на канал и поставить колокольчик, если вы уже подписаны. Это просто обязательно. Потому что мы сейчас с вами постим ролики абсолютно каждый-каждый день по разным играм. Включая и БТД 6, и БТД Баттлс, и Клэш оф Клэнс, и Гроу Кассел, и другие игры. И скоро будет, кстати, Старкрафт 2, прохождение всех трех кампаний. Они будут плавненько выходить. Поэтому, друзья, мы с вами пробуем разные игры. И главное, что, как сказал один мой подписчик, что мои интересные комментарии разноображивают это все дело. И любую игру мы можем с вами снимать таким образом. Но, канал будет оставаться сфокусирован на БТД играх. Однако, мы будем экспериментировать и периодически выпускать всякие прохождения интересных мне и вам игр. Так, так, так. И Бен скоро уже залетает. Кстати, друзья, также напишите, какие вам игры интересны. Я с удовольствием почитаю. И, возможно, мы купим какую-то игру и поснимаем по ней прохождение. Хорошо. Хотя я сейчас игру не очень хочу покупать, но у меня есть несколько купленных игр. Допустим, я в Старкрафте купил этих кампаний. То есть, у нас там видосов, я думаю, на 50 будет. Даже больше. Потому что у нас две кампании. То есть, первая это кампания на крыльях свободы. Вот здесь я пока что так прокачиваю. Третий тирс по первой линейке. И сюрикены, которые... Ну, ищущие сюрикены. Самонаводящиеся. Короче, в Старкрафте есть... Я бы сказал, три с половиной кампании и плюс одна бонусная кампания. В чем фишка? Суть в том, что есть первая кампания, она бесплатная. Называется на крыльях свободы. Потом есть вторая кампания, называется в сердце роя. Она платная. И есть третья кампания под названием «Наследие пустоты». И в «Наследие пустоты» она тоже платная, но в «Наследие пустоты» еще есть эпилог. Не, не эпилог, а есть и пролог, и эпилог. Что такое пролог? Пролог – это история и мини-компания еще до начала этого величия пустоты. Или как-то там «Наследие пустоты». А есть еще потом в конце продолжение, ну и конец истории в «Старкрафте 2». Это офигенная история, то есть мы с вами ее вместе пройдем. И вы не пожалеете ни на одну секунду, что вы будете смотреть эти прохождения. Там такая крутая история. По факту это целый фильм внутри игры. Так, мы сейчас ставим «Алхимика» для того, чтобы усилять нашу блунджит скачку. Так, 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 Бенджамин нам денежек потихонечку барыжит, и все хорошо. И вот, друзья. И также есть еще одна бонусная компания в «Старкрафт 2», и эта компания называется… Блин, я точно не помню, по-моему, какие-то как спецназ-операции, что-то такое. Фишка в том, что в той компании мы играем за снайпера, который называется… Ну, подразделение «Призрак». И почему «Призрак»? Потому что у этих снайперов в том мире есть специальные костюмы, которые позволяют сливаться с… Как видите, я использовал «Алхимика», и теперь блунджитска может пробивать свинец. Там есть снайперы, у которых костюм позволяет им становиться невидимым. И это очень крутая тема. Так, ускоренный бросок. Хорошо, хорошо. Есть, и я только ниндзюшками эту карту пройду. Ну, и любую другую, в принципе. Мы не будем… Так, я сейчас сюда деревню поставлю. То есть, как основная башня мы будем с вами использовать ниндзюшечку, а вспомогательную добавлять. А все остальные уже пофигу. Так, деревня вот сюда поставим. Бам. Здесь расширенный радиус. Деревня достает до нашей ниндзюшки. Хорошо. Здесь и дешевле. Торговля, торговля. Еще одна. Это я для следующих башен, которые я буду сюда впихивать. Хорошо, хорошо. И барабаны джунглей тоже потом прокачаем. Теперь понеслась вторая ниндзюшка. Так, бам. Кстати, ниндзюшка – это клавиша D на клавиатуре, друзья. Бам-бам. И есть несколько тактик игры ниндзюшками. Я сейчас использую, которая, скажем так, более простая, где не нужно думать лишний раз. Но есть еще и другая тактика, которой, ну там, немножко больше подумать нужно, но эта тактика весьма интересная. Я пока что не уверен, включу я ее в данный видос или не включу, посмотрим. Потому что, ну, как у нас хватит по времени. Если я ее не включу в этот видос, то вы ее обязательно увидите на канале, даже не сомневайтесь. Просто не факт, что в данном видео. Итак, друзья, понеслась. Продолжим немножко тему о Старкрафте. Суть в том, что... Так, сейчас я здесь барабаны джунглей прокачаю, и у нас уже две блонджитские. Это более чем достаточно, чтобы грохнуть маап. Я думаю, даже BFB мы грохнем с такой раскладкой. Хорошо. Барабаны джунглей. И все. Эта фермочка ускорила их еще на 25%. В Старкрафте есть еще эти специальные операции. То есть мы играем там призраками одной... Ну там, одной главной героиней среди призраков. И просто, как видите, мы мгновенно почти этот маапчик грохнули. И эта главная героиня среди призраков там грохает и всякие специальные операции проходят. То есть не куча армия на армию, стена на стену. А то, что мы просто вот так вот тихие, скромные миссии. Вот так. И, друзья, смотрите, сейчас мы выстраиваем еще несколько блонджитских. И при помощи нашего алхимика и деревеньки мы с вами просто наносим гигантский урон. Этого более чем достаточно. Сейчас мы уже спокойненько даже тремя блонджитсками грохнем. Ну, с алхимиком из деревней мы грохнем спокойненько бифбишник. И благодаря алхимику наши блонджитики могут пробивать абсолютно любой вид шариков на данный момент. Хоть, кстати, еще интересный факт по поводу блонджитских. Блонджитские, они... Ну, как вообще по поводу ниндз. Ниндзя это класс магический среди обезьян. Но у ниндзи такая тема, что... Смотрите, как мы эту керамику бронированную пробиваем легко. Это вообще жесть. Фишка в том, что у ниндзи есть сюрикены. А сюрикен это не магическое оружие. И, соответственно, ниндзя в состоянии пробивать... Так, я сейчас уже другую деревню здесь поставлю. Которая всех будет усилять. Они... Так, сейчас блокиратор роста. Придется купить радар. Да. Сейчас я хочу попробовать еще одну втыкнуть. Так, мы сейчас здесь продадим. Окей, вот сюда. Бум, бум, бум. Здесь барабаны джунгли. Насколько я помню, эти деревни накладываются друг на друга Так, 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 хорошо, хорошо Здесь радар, потом объединение и разведку Это то же самое, что дает алхимик Ну, способности пробивать все шарики Только следующий тир, он уже будет крутой Там это тир ускорения атаки и урона, насколько я помню, от всех То есть это очень крутая тема Такс, такс, такс Хорошо, копим 7500 и... О, 84 уровень, отлично И мы с вами получим этот тир Хорошо, ну вот такая тактика То есть мне с блунджитсу больше нравится играть, чем с тактикой второй Которую я вам продемонстрирую Да, я решил, что я в этом видео себе продемонстрирую Потому что вторая тактика Она, ну как бы, блин Она хорошая, но она рискованная То есть есть риски с этой тактикой Так, отлично, отлично Мы сейчас прокачали уже так, что блунджитсики видят абсолютно всех У нас алхимик их всех бустует У нас Бен помогает с этими мапчиками, все такое И сейчас мы отбиваем керамику просто на раз-два Ровно как и мапчики, я думаю, вы уже понимаете, что BFB-шка тоже не составит нам никакой конкуренции Так, 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 хорошо, хорошо Здесь я сейчас хочу прокачать обезьянь и город, чтобы мы быстрее денежки получали Так, 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 хорошо, хорошо Замечательно, замечательно И потом мы, скорее всего, продадим этот обезьянь и город И прокачаем вот здесь призыв к оружию за 20 тысяч баксов Хорошо На среднем уровне сложности легко играть, в принципе, друзья Поэтому мы с вами так вообще без проблем это все прокачиваем И эта тактика, она занимает мало места Это тоже ее большой плюс То есть получается, что абсолютно все Ну, практически все карты мы можем покрыть и победить с этой тактикой на среднем уровне сложности То есть это такая одна из самых мощных тактик в среднем уровне сложности Так, отлично У нас они еще и дополнительные денежки И этот апгрейд делает так, что вот этот Что все шарики, они приносят двойную Ну, как все, как кого Стоп, а где у нас там BFB? Это что, его способность понизила на один класс BFB? Прикольно Ладно, ладно Так, давайте Смотрите, друзья Что по знаниям? Сейчас небольшой апдейт для вас сделаю Здесь я ничего не качаю больше Это мне пока что не нужно Эти три знания это для чиноков, которыми я не пользуюсь И в принципе это бесполезная тема Это для мортирки, что они дешевле И это мортирка, что снимает она с DDT камуфляжек Здесь еще У меня осталось по факту две линейки Это магические и это В которых магических вот это главная способность, которая нас интересует И это обычные И вот здесь вот эта способность нас интересует Это что за способность? А, нет Не вот эта, а вот эта способность нас интересует То есть мне нужно вот сюда много денег вкладывать Так, мы сейчас вот это прокачаем И я решил, что мне сначала нужно плюс 200 долларов в начале игры Это мне поможет проходить лучше экспертные карты Ну и получается мы плавненько будем все нужные навыки вот здесь Почему я это прокачал? Потому что я уже знал, что это полезная тема Это для дротиков улучшение И это тоже для дротиков Тут Это тоже для дротиков Потом уже для бумерангов Для бомбежек Для клейчиков Для шипов... Ну, шпилькометов И еще дальше для шпилькометов То есть вот такие улучшения И я этими башенками периодически пользуюсь Поэтому я их улучшаю И давайте мы с вами сейчас посмотрим И на этой же карте Мы с вами сейчас войдем в песочницу И я вам продемонстрирую, что такое ниндзя на самом деле Итак, ниндзя имеет... Во-первых, клавиша D на клавиатуре позволяет нам построить ниндзю У ниндзи есть три вида прокачки Вот пятый тир первый Пятый тир второй Так, прикольно выглядит, скажите Дизайн Вот это новый пятый тир, его раньше не было И это пятый тир третий Это аналог Саботаж Supply Line Это не аналог Это и есть блунджицу Просто очень прокачанная блунджицу А это... Блин, ну вы знаете Тут они разделили саботаж Supply Line То есть способность замедлять дирижабли У второго тира А способность бомбы кидать У третьего тира То есть давайте проверим Я офиганул 100 керамики Я думаю, этого даже маловато будет Сам вот этот товарищ Должен справиться с сотней керамики А нет, смотрите Они... Что-то они слабовастенькие стали Давайте мы тогда сделаем вот так Раз, два, три, четыре Раз, два А ну-ка, и сейчас мы Давайте сто... Так, укрепленные мы не можем Сто реген радуги Вот, он... Радугу он на раз-два пробивает Давайте мы сделаем сто муабов И сейчас мы их так усилим И тут тормознем все муабы Способностью вот этого товарища Ох, нифига себе Как мы работаем с усилением этим Так, так, так И сейчас я хочу еще быстренько Прокачать защиту Родины Вот, видите Наш товарищ тут это все дело Паузу делает Он кидает бомбу И даже муабов на пятом тире Может тормознуть Окей, давайте тогда мы сейчас Еще... Еще сто муабов И уже в этот раз С защитой Родины Так, баамбу Ну, защитой Родины Этот товарищ просто аннигилирует Всех, как вы видите И в этом сила Я считаю, что Блонжицу Это самый сильный класс Ну, мы почти завалили С топ муабов И теперь, друзья Я сейчас объясню Есть еще Несколько тонкостей По поводу ниндзи Смотрите Есть третий тир Раз, два, три И этот тир называется Шиноби Тактикс На английском Или Тактика Шиноби Нам нужно стаковать Этих товарищей Сейчас я поставлю Как можно больше Их вокруг Чтобы мы могли Их объединить Короче, они должны быть Все в радиусе Друг друга И эти Шиноби Тактикс Они будут друг друга Усилять и ускорять То есть это третий тир То есть это вполне Достигаемая штука Ну, допустим У нас здесь девять Хотя они стакуются Больше, чем девять Раз, два И до скольки Вот сколько у вас получится Их сделать вместе Столько и получится Ой Не ту ринейку прокачал Так Раз, два, три Раз, два Раз, два, три Раз, два Раз, два, три Раз, два Вот У нас уже пять Шесть Семь Восемь И сам себя он тоже бустует Вот То есть у нас сейчас Давайте мы сейчас еще поставим Этих ниндюшек Видите Тут он уже не всех достает Соответственно Мы уже не можем Получать бусты Получать бусты от всех Но они будут Бустовать друг друга Но только те Кто в радиусе Достает То есть давайте я сейчас Здесь поставлю еще Плотненько 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 Вот так Вот сюда Вот сюда Вот сюда Вот сюда Бум-бум-бум И шиноби тактикс Это вторая тактика Которая работает с ниндзами Она тоже очень сильная Она плюс-минус на одном уровне С Блонжицами Если мы прокачаем четвертый тир То ничего не изменится Он просто Точно так же усиляет Я быстренько здесь буду прокачивать Потому что мне проще Нажимать много раз подряд Чем целиться Чтобы клавиша нажималась Три раза Так Так Вот у нас такие пацанчики И как вы видите Они все друг друга усиляют Вот тут уже 10 11 скоро будет Вот 13 Видите 14 Так Так 13 14 18 Вот И В этом фишка данных пацаненочков Они друг друга усиляют И вы сейчас Я просто сейчас продемонстрирую вам Друзья Смотрите Я запущу Давайте 100 керамических Бум-бум-бум Насколько быстро они усилились Во-первых Ну Реген керамический Это конечно плохо против них Потому что они их все время отталкивают И это сейчас будет такое Бесконечное мясо Так 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 Пум Хорошо Ну как вы видите Это Вечный мясокомбинант Просто из-за того что Так 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 Вот этот товарищ И мы не можем победить Ай Сколько шариков Там уже несколько тысяч шариков Даже мой ком-залага Так Хорошо Тогда Мы сейчас Запустим Давайте тогда Раз Два Нет Давайте 999 Радужных шариков И вы поймете Насколько Блин Ну зачем я реген запустил Против регена Они плохие Потому что Они его откидывают Обратно Реген успевает Вот Не реген А обычных 999 Керамических шариков Реген Он берет И просто Регенерируется Пока они вот здесь Летят Откидываются Он уже успевает До керамики Восстановиться И он так Тысячи 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 Слоев Новых Накладывается И они Нас превосходили В прошлый раз Как вы видели А сейчас Мы Наши Мишиноби Тактикс Которые Вот усилены 19-20 раз Они 14 раз 10 раз 9 раз То есть Они Спокойненько Отбивают Волну Из 999 Керамических шариков И друзья Это не как с друидами Что Блин Забавно Это выглядит Не как с друидами Когда Друиды сначала Медленные А потом К концу раунда Чем больше шариков Они бьют Они разгоняются Шиноби Тактикс Они быстрые Всегда Вот Мы только что Завалили Тысячу Керамических шариков Теперь Я сделаю Давайте 10 10 мобов Сейчас посмотрите Бумбурум И Все 10 мобов Грохнуты Давайте Попробуем 10 Би Как только Они все это дело Добьют Бум Во первых У нас есть Здесь Замедление Это Замедление Четвертого тира А это Замедление Пятого тира Бум Бум Так Мы пробили Этих товарищей Бам Замедление Еще раз Замедление Работает только На один слой Друзья Поэтому Помните Это Вот Теперь Мы сейчас Прокачиваем Наших Нет Давайте Я сейчас Докачаю Их Всех До Четвертого Тира Бум Бум Удобно Когда Тачскрин Пальцем По компу Просто Потыкал И прокачал И теперь Мы 10 Замедлогов Запустим И проверим Насколько Жесткие Эти Шиноби Тактикс На самом Деле Давайте Мы сейчас Тормознем Этих Замедлогов Бум Хорошо Хорошо Мы их Тормознули Мы это Все Дело Отбиваем Как видите Вот эта Способность Четвертого Тира Она временная А когда Мы прожмем Вот эту Способность То она Будет До конца Пока Этот слой Не сдуется Так 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 Тормозим Еще Тормозим 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 Блин Мы тут Уже Проигрываем Так 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 Я Прожимаю Эти Способности Тормозим Ура Так Нет У нас Не получается Это Все Дело Грохнуть Но Эти Ниндзи Настолько Быстро Стреляют Что Даже Мой комп Не успевает Их Прогружать То есть Это Так На Ваш Комп Или Телефон Очень Тяжелая Тактика Будет Так Хорошо Хорошо Это Вот сюда У них Сурикены Долетают До сюда И они Оттуда Достают Этих Шариков И они Их Сбивают Ну Ладно Вот Это Шиноби Тактикс Обычно Люди Ставят По 9 Шиноби Тактикс И потом Добавляют К ним Сил И потом Есть Самая Бесполезная Тир Ниндзи Это Бомба Сейчас Мы запустим С вами 10 Моабов То есть Бомба Она Вот так Вот тормозит Он в принципе Достаточно Ну Не слабый Товарищ Бомба Она Еще Вот Если Пятый Тир То Она Цепляет Ну Не Цепляется А Она Очень Сильно Бьет Так Вот Липкая Бомба Сбрасывает Световую Бомбу Останавливающую Несколько Шаров И Вот А здесь У него Мастер Бомбометатель И он Короче Фишка В том Что он Наносит Дополнительный Урон По Мапчикам Своими Бомбами Вот Вот так Ну То есть Как бы Это Если вам Одну штучку Как вспомогательную Поставить То нормально Но Не Используйте Этого Товарища Давайте мы Сейчас Сыграем Еще раз На этой Карте И Здесь Я хочу Только Магические Обезьяны Пройти Сразу же Потому что Ниндзя Это Только Магические Обезьяны Будем Без Деревень Но Все Еще Будет Круто И Друзья Смотрите Это Отличная Тактика Прошлая Моя Тактика Она Идеальная Для Прохождения Только Магических Обезьян Сейчас Будет Другая Немножко Тактика Тоже Прикольная Нужно Быстрее Прокачать Первый Тир Здесь Хорошо Хорошо Потеряли Немножко Жизни Но Не страшно Их потом Бенджамин Восстановит Это Не беда Здесь Потом Острые Сюрикены И я Буду Копить На Бена И потом Мы Качаем Вторую Линейку До Третьего Тира И потом Мы будем Их Вот так Уставить Раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Там Сколько Влезет Столько Влезет Вот Так Вот Острые Сюрикены И теперь Мы с вами Копим На Бена Друзья Так 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 Друзья Пока Мы с вами Разбираем Эти тактики Не забудьте Подписаться На канал И поставить Колокольчик Потому что Мы постим Ролики Каждый День И вы Получаете Качественный Контент И уведомления О качественном Контенте Вместе С колокольчиком В Двенадцать 00 по Киеву И это все Будет Офигенно Друзья Поэтому Не забывайте И если вам Нравятся данные Видосы Данная рубрика То обязательно Поставьте лайки Нам Нужно набирать Как минимум Двадцать пять Лайков На этих видосах И мы с вами Идем вперед То есть Чем больше лайков Тем больше этих видосов Все просто Так 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 Хорошо Хорошо Двойной Выстрел Пока что Не качаем Мы ждем Денежек И потом Прокачаем Бена Отлично Смотрим 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 И здесь У нас уже Почти хватает Денежек На Бена И ниндзюшечка Сама по себе В принципе Неплохо Отбивается Так Есть 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 И Бен Поставлен Так Если бы Я знал еще Горячую клавишу На героя Друзья Если знаете Горячую клавишу Чтобы поставить Героя Мгновенно Как мы Имеем клавиши На всех этих Башенок Ниндзю Это Бен Насколько я помню Сейчас проверим На ниндзю Горячая клавиша Это Нет Не Наверное А точно Вот Я доказал Свою теорию Теперь Отвлечение Потом Контрразведка Давай Контрразведку Мы прокачиваем И С контрразведкой У нас пойдет Тактика Шиноби И тактика Шиноби Увеличивает Скорость Итаки И пробивную Способность Ниндзя Поблизости Суммируется 20 раз Вот То есть Вам нужно Иметь Целых 20 Таких Шиноби Тактикс В идеале И тогда Вы сможете Уже Что-то Сделать Так 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 Хорошо Хорошо Бум Бум Пока что Не так легко Это все Отбивать Но Тем не менее Так 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 Хорошо И Бен Нам скоро Вот Тактика Шиноби Он уже Немножечко Ускорился Сам по себе Так Надо было Прожать Нашу способность Бена Но ничего Страшного Теперь Я беру И покупаю Вторую Ниндзюшечку Бум 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 Да Вот сюда Чем ближе Вы их расположите Тем лучше Для вас Друзья Так Так Хорошо Обычный Ниндзя Так Так Обучение Ниндзя У нас уже стоял Теперь Острые Сурикены И Теперь Нам скоро Уже нужно будет Алхимика Поставить Так Мы начнем С того Что мы поставим Две таких Шиноби Тактикс А потом Алхимика Как вы видите Шиноби Тактикс Это офигенная Тактика Когда их Много Но На начале Их не так Легко Поднять Но мы Уже В принципе Неплохо Отбиваемся Так 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 Хорошо Хорошо Потеряли Три жизни Но не страшно Так Бум Бум Отбиваем Хорошо Вот У нас Два Шиноби Тактикс И теперь Наша задача Это поставить Одного Алхимика Который Будет Позволять Нашим Ниндзюшечкам Пробивать Свинец Потому что Мы играем Только ниндзями И вспомогательные Алхимик Как нам известно Это вспомогательный Пацан Так Вот сюда Мы его поставим Или лучше Вот сюда Лучше Вот сюда Так Есть Сюда И сейчас Погружение В кислотный Раствор Этого Уже Достаточно Чтобы Пробивать Эти Свинцовые Шарики Так Так Давай 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 Сейчас Уже 28 раунд Будет На 28 раунде У нас Пойдет Первый Свинец Хорошо 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 Но как вы видите Этот кислотный Раствор Он мало Действует И поэтому Нам нужно Сейчас прокачивать Этого берсерка До максимума Так Хорошо Хорошо Отлично И сейчас Этот раствор Действует Из-за того Что у нас Две ниндзюшки Они одна То у нас Нет кулдауна В этих Растворах И мы спокойненько Можем это дело Отбивать Сейчас я прокачаю Сильный стимулятор Скорее всего Так 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 И мы с вами Это все дело Будем развивать Так Бум-бум-бум Отлично Вот видите Кулдаун Это опасная тема То есть Алхимик Он не идеальный И нужно Всегда помнить Играя алхимиком Без деревень Что у алхимика Есть недостатки Это его Кулдаун И С алхимиком Нужно Несколько Разных Ну Несколько Алхимиков Ставить Иначе Вы проиграете Так Сильный стимулятор Все Пока что Я буду Тормозить Этим Алхимиком Потому что Мне нужно Добавлять Пробивательной Силы Больше Хорошо Хорошо Здесь у нас Пойдет сейчас Ниндзюшечка Как вы видите Так Ниндзюшка Стоит 540 баксов Вот сюда Чем плотнее Тем лучше Так Острые Сюрикены И мне нужно Готовиться Сейчас К Моабу Поэтому Мне нужно Поставить Еще несколько Шиноби 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 Так Контрразведка Шиноби Шиноби Лучше звучит Чем тактика Шиноби Но Не суть Они похожи Поэтому Мы с вами Спокойненько Спокойненько Еще одну Тактику Шиноби Сейчас Вкачаем Как только У нас Будет Достаточно Ниндзет И потом Еще Четвертую Поставим Они не только Себя ускоряют Но они Еще и Всех Вокруг Этих Ниндзюшек Ускоряют Соответственно Мы можем Уже Делать Реальные Вещи Так Бум Вот сюда Отлично Бум Сейчас Острые Сюрикены Еще Прокачаем И у нас Уже Три Шиноби Тактикс Как вы видите Они даже Не позволяют Пройти Шариком Вот до Этой Линии И это Офигенно Скоро Будет Уже Четвертый Шиноби Тактикс Так Бам 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 Есть 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 Теперь Я на единичку Быстренько Прожму Их Хорошо Это Способность Бенджамина Так 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 И сейчас Мы еще Одну Тактику Шиноби Прокачаем Уже Четыре Вот смотрите Они еще Быстрее Начали Атаковать Из-за Того Что Они Так Быстро Атакуют У вас Потом Начнет Лагать Телефон Скорее Всего Поэтому Мне И не Очень Нравилась Данная Тактика Я Сейчас Очень Красиво Просто С хирургической Точностью Аккуратненько Ставлю Своих Обезьянышей Так 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 Теперь Мы сейчас Прокачаем Контрразведку И потом Пятого Шиноби Тактикс Отлично Я не ожидал Что так много Шиноби Отлично Без Бенджамина Мы бы не пробили Этого Моаба Но ничего страшного Нам просто нужно Добавлять В количестве Этих Шиноби Тактикс И тогда Мы сможем Уже пробивать Моабчики Так 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 И в принципе У нас есть Бенджамин Поэтому Какая нам разница Что было бы Без Бенджамина Так Хорошо И Друзья Я рекомендую вам Использовать героев Которые я использую В тактиках И Не Ну Не игнорировать Этот факт Потому что Если вы будете Игнорировать То у вас Есть шанс Что допустим Вот сейчас Если бы мы Не взяли Бенджамина То мы бы могли Проиграть Этому Моабчику И важно Это все дело Ну Помнить И использовать Героев Под Разные Ситуации Допустим Если бы мы Взяли Квинсы Нам бы было Очень легко На начальных Раундах Нафиг бы мы Отбили Моаб Если бы мы Взяли Адору То нам было бы Тяжело На всех раундах Но Адора Очень хорошая На средних И дальних Раундах Если бы мы Взяли Ну Кого еще Можно взять Если бы мы Взяли Оубина То Кстати Вот эта тактика Она еще С Оубином Работает Потому что Оубин Ну помимо того Что у нас Есть вот этот Пацанчик Прекрасный Который Мапчики Сбивает У нас есть еще И Оубин Зеленоног Или Гринфуд На английском Фишка Оубина в том Что Оубин Он усиляет Всех магических Башенок тоже То есть Допустим Если бы У нас Сейчас Было Так что Мы не взяли Бенджамина И у нас есть Оубин То я бы поставил Оубина Где-то вот здесь Или вот здесь Чтобы в радиусе Оубина Были все наши Ниндзюшки Потому что Ниндзюшки Это магические Башенки А Оубин Он усиляет Магические Башенки Чисто из-за того Что он такой Магический Герой Леший Так Так Раз Два Три У нас уже Девять Шеноби Тактикс Отлично 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 Бум И алхимики Нам помогают Я сейчас еще одного Алхимика Втыкну Вот сюда Так А этому нужно Быстрый Бросок Поставить Хорошо Хорошо И потом Еще одного Алхимика И девять Шеноби Тактикс Это уже Серьезная Сила Против девяти Шеноби Тактикс Уже Играть тяжело Шарикам То есть Они не выживают Как вы видите Отлично Отлично И Бенджамин Ловит Прямо В воздухе Шарики Которые Самые Сильные И забирает С них Нам Денежки Так 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 Вот С радугой Регенерирующаяся Конечно Тяжко Этим Ниндзюшкам Но Из-за того Что они Все еще Ускоренные То есть Они все равно С ней справляются Так Есть О Видите Девять Этих Ниндзюшек Они уже С Муабом Справляются Без Затруднений Отлично У нас сейчас Уже 2 Алхимика И сейчас Я продолжу Выставлять Больше Шиноби Тактикс Так 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 Вот Сюда Потратьте Время Немножечко Друзья На то Чтобы Этих Шиноби Тактикс Как можно Ближе Друг к другу Поставить Это Играет Большую роль И Если что То Просто Поставьте Уберите Автораунд И начните Выставлять Шиноби Тактикс Так Как Требует Этого Игра То есть Как требует Сама стратегия Очень аккуратненько И близко Вот так вот Нежно Бум И поставили Так Отвлечение Сейчас будет Контрразведка И скоро Еще одна Тактика Шиноби Полетит И как мы видим У нас уже 10 Шиноби Тактикс Они друг друга Бустуют Я потом Уберу камни И еще вот здесь Штуки 4 Построю Отлично Отлично И сейчас Идет Обучение Ниндзя Друзья О Мы сейчас Еще быстрее Этого Маба Грохнули То есть Первый И второй Тир На первой Линейке Прокачки Острые Сурикены Отлично У нас уже 11 Шиноби Тактикс Теперь мы Ставим Д Вот сюда Бум Теперь Бац Бац Но я не рекомендую Так далеко От арены Ставить Я тут Вот так Поставил Потому что Нам сейчас Наши Алхимики Смогут Ему помочь Вот И мы Увеличиваем Дистанцию Но Это уже Край Дальше Чем вот это Заходить Не рекомендую Посмотрите Как мы с этими Разбираемся Красиво Керамическими Шариками Так Вот сюда Оп 9 его Усиляет Я там Очень красиво Поставил Вот так Стрезикой У него На шапочке Сурикен Прикольно Так Теперь Контрразведка Сурикен Все еще Остается Так И сейчас Я хочу Прожать Один Это Способность Это лютая Просто так Контрразведка Так 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 И уже Шиноби Тактикс Кстати Смотрите У них еще Такие Свитки Прикольные Большие Сзади Так 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 Бум У нас снова 10 усилений Отлично Здесь уже 12 усилений Как вы видите И вот Где-то здесь У нас будет Еще один Алхимик И этого Будет достаточно Для того Чтобы грохнуть Я думаю И Би Бишку И Зо Май Гад Но Мы сейчас Поставим По максимуму Сколько мы сможем Этих Шиноби Тактикс И потом Уже будем Добавлять Других Ниндз Я думаю В частности Бунджитсу Для того Чтобы Убедиться И точно Суметь Отбить Зо Май Гад Потому что Шиноби Тактикс Они молодцы Но У них Есть Предел И нам С вами Не хочется Этот предел Узнавать На собственной Шкуре Так Так Давай Вот так Бум Отлично Хорошо Поставил Бам Бам Хорошо И сейчас Тактику Шиноби Так Я прожимаю 2 Блин Чуть поздновато Прожал Ну ничего Мы отобьем Зо Май Гада А БФБшника Так Так Отлично Вовремя Я использовал Способность Хорошо Хорошо И теперь Блин У нас Куча Реген Зебры Это будет Не самая Лучшая Для нас Тема Но Мы все еще За счет Количества Этих Шиноби Тактикс Мы отбились Так Д Я думаю Этого достаточно Потому что Они уже Дальше Не стакуются Эффективно Хорошо Хорошо Тут нам Дополнительные Денежки Идут Здесь Я сейчас Поставлю Еще одного Алхимика Так Алхимик У нас Это буковка Ф Кстати Друзья Если хотите Туториал Там где Детально Рассказываю Про алхимика Что он С чем его едят Потому что Им нужно уметь Пользоваться И только тогда Вы сможете Эффективно Играть данную игру Обязательно Эта башня Просто обязательно Алхимика Деревню Нужно знать Так Так Хорошо Хорошо Сильно Стимули Ой Раза Раз два три Четыре И кислотное озеро Ускоренный бросок И сильный стимулятор Сейчас я прокачаю Хорошо Хорошо Хотя в принципе Я смотрю Может мы это бьем За мои гады Этим раскладом Я не уверен Так Ну жизнь покажет Но я бы перестраховался Все еще Так Сильный стимулятор Есть Бенджамин нам помогает Он нам дополнительных бабок Башляет Так Хорошо Хорошо Мы двоечку прожимаем Больше денег с шариков Теперь Вот сюда Ниндюшечку Бум Есть Острые сюрикены Мне интересно Шиноби тактикс они будут Не шиноби тактикс усилять Если будут То это будет очень хорошо Потому что мы просто поставим Кучу Офигеть Друзья Да получается У нас сейчас будет Нереально прокачанная Блунджитска Так Бум То что у нас И это Как одна такая Блунджитска будет Как пять вот таких пацанов То есть У нее пять сюрикенов Летит из этой штуки Понимаете Благодаря улучшению Так И это Офигеть Вау Я не знал Что эти две тактики Можно объединять Вот теперь мы с вами Во время видоса Не зря я Решил Сейчас это все снимать Ну за раз Потому что мы с вами Во время видоса Обнаружили Одну офигенную тактику То есть Я сейчас вот здесь Вот тут Продам Ниндюшечку Сюда втыкну Бум У нас будет В четырнадцать раз Ускоренная Блунджитска Друзья Это же Офигеть можно Вот это да Все Теперь у Замайгадов Нет шансов Так Хорошо Хорошо Вау Это просто нечто Вот эта способность Друзья Она понижает Все шарики На один тир И дает дополнительные Денежки с них Так Хорошо Хорошо То есть ее важно Все время прожимать Постоянно То есть она может Даже BFB Понизить до Муаба Хорошо Хорошо Сейчас еще Шару Джитсу Так Так У нас сейчас Все идеально Идет То есть Без Никаких проблем Офигеть У нас настолько Усиленные Блунджицы будут Это просто нечто Это шикарно Друзья Два Так 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 Хорошо Хорошо Бум Бум Отбиваемся Офигеть Вот это конечно У них урон Друзья Эта тактика Офигенная Просто У меня слов нет Насколько она Крутая Так Так Давай сюда Должен влазить Пацаненок Ну Ай Зараза Продал И он не влез Так Здесь тогда Влезет Влезет Так 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 Раз Раз Я попробую Сейчас накопить Еще вот На Великого Мастера Ниндзю Это будет Конечно Немножечко Оверкил Или Ну Слишком Сильно Мы Дадим честь Этому Замейгаду Но Этот Великий Мастер Ниндзя Усиленный В 12 Раз Это Будет Круто Друзья Хорошо Так Друзья Мы с вами Кайфуем Атмосферные У нас Такие Прохождения И сейчас Великий Мастер Ниндзя Я на тебя Коплю Бабла Хорошо Хорошо Это Вот Этого Спокойно Хватит Чтобы Замейгад Один Грохнуть Я вам Гарантирую Друзья Но я Хочу Еще И Пятый Тир Вкачать Это Будет Офигенно Так Получается Друзья У меня Все Магические Башенки Вкачаны Так Я уже Не на Магические Пошел Но у меня Все Магические Башенки Открыты С пятыми Тирами Так Но Не все Остались У меня Там Несколько Военных И Несколько Этих Самых Обычных Башенок Так Хорошо Прожимаем Способность На двоечку И Офигеть Просто Смотрите Насколько Жесткие Эти Ниндзюшки Просто Бум 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 Усиленная Блунджитская В 12 Раз Это Жесть Еще и Алхимиком Усиленные Это Просто А если Я усилюю Ее способностью Бена То Наверное За одну секунду Грохнут Этот Замайгат Бум Мы сейчас Еще Использовали Нашу Способность Бена Так Только Я ее Что-то Не увидел Но Ничего Страшного Хорошо Хорошо Мы Продолжаем Копить Бабки На Этого Великого Мастера Так Благодаря Блунджитсу Мы смогли Отбить Эти Керамические Реген Без них Я думаю Нам бы Было Очень тяжело Потому Что Эти Товарищи Они Только Саботаж Нам даже Не понадобится Я сейчас Просто Так вот Без перерыва Иду На Восьмидесятый Раунд И мы с вами Готовимся Завалить Данную Игру И победить Зомайгата Мне кажется Что у нас Есть шансы Тридцать восемь тысяч Заработать К Восьмидесятому Раунду Ну Посмотрим Посмотрим То есть Уже плюс Три тысячи Каждый раунд У нас должно быть Примерно По восемь Десять тысяч Ну По моим расчетам Чтобы мы смогли Это все сделать Сейчас посмотрим У нас уже плюс четыре тысячи За данный раунд Сейчас уже будет Плюс пять тысяч Опа Ля Прошел еще бифбишник Давай еще Давайте раунды Нам нужно больше денег Поэтому Я готов От вас принять Все что угодно Так уже шесть тысяч За этот раунд Семь Скоро будет Семь с половиной Восемь Да Восемь тысяч За семьдесят Восьмой раунд Друзья Вот полезная информация Для вас И это важно Так Семьдесят девятый раунд По идее В семьдесят девятом раунде Должно быть еще больше Так 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 Я надеюсь По крайней мере на это Здесь я продаю тебя Продаю тебя Здесь мы Тут Сейчас этого великого мастера Ниндзя Откроем Да У нас столько Шариков Что мы должны Уже по идее Так 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 Нет Мы не успеем Поэтому Вот сюда Грандмастер Так Все Ну тут Я думаю Вы понимаете Что даже один Этот грандмастер Справит Настолько раз усиленный Вот смотрите Куча сюрикенов Просто Усиляем Бум Мы победили Друзья Плюс четыреста баксов Обезьяних И мы с вами Кстати С этими Обезьянными Баксами Копим На еще Скины Я думаю Следующий Так Мы в этом видосе По моему Купили вот этот Скин Правильно И у нас уже 1200 денежек Смотрите Как прикольно Мы с вами Будем копить Скорее всего Вот Квинси На второй Скин Потом Мы купим Вот этому Товарищу Еще вот этот Скин Просто потому Что он Прикольно Выглядит Не потому Что это Хороший Герой И потом Мы будем Покупать Вот этого Героя И ему Вот этот Скин То есть У нас Еще есть На что Тратить Денежки Хорошо Друзья Это был Офигенный Ролик Мы с вами Узнали Точно Как работает Ниндзя Я показал Вам Просто Очень Дословно И жестко Объяснил Все что Только мог Объяснить Про ниндзю Рассказал Вам тактики Как оно Работает Даже показал Эти тактики И друзья Это нечто Итак Благодарю вас За просмотр Друзья Ставьте лайк Если вам понравился Данный видос И не забывайте Обязательно Подписываемся И ставим колокольчики Потому что Мы постим ролики Каждый божий день Друзья И это важно Каждый день Качественный контент Будет вам доставляться Прямо В вашу ленту В ютубе И также Вы будете получать Уведомления О новых видосах Друзья Также не забудьте Написать Комменты В комменты пишите Что вы хотите видеть Какие видосы Какие игры Ваше мнение По поводу самого видоса Какие тактики Какие башни И так далее Мы оставляем В наших комментариях Позитив И всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok